Всем привет, друзья, с вами Арти, и ничего себе, это не видео какой-то катки с моей твич-трансляцией, если что, подписывайтесь, кто не подписывается. Да, это видео, видео новое, видео, которое я решил сделать для вас, потому что очень-очень много вопросов задают на этих самых трансляциях по поводу скинов. То есть новеньким интересно узнать, что такое тир-1 скин, тир-2 скин, тир-3 и так далее, чем они отличаются, как они делятся и всё в этом духе. Сейчас я вам быстро объясню, вы посмотрите это видео, если оно вам понравится, вы поставите Лукас, если оно вам не понравится, вы поставите дизлайк, и если что, подписывайтесь на мой канал, ну, либо оставите комментарии, может быть, будут идеи какие-то для более новых крутых видосов. Ну и так, погнали! Тир-1. Скин первого тира имеет лишь перекрашенную стандартную модельку бога, и в большинстве своём ничего больше, поэтому данный тир заработал название Риколор. Данный тип скинов может быть куплен за 9500 фейвора или 100 гемов. Тир-2. Скины второго уровня имеют более заметные визуальные изменения, чем Риколоры, но гораздо меньше, чем скины тира 3 и 4. Данный тип скинов имеет незначительное улучшение стандартных моделей богов и лишены изменений анимации, способностей и голосовых пакетов. Стоимость такого тира будет 250 гемов. Переходим к третьему тиру. Скины третьего уровня уже имеют полные изменения модели, в отличие от тир-2. Также у тир-3 скинов могут быть изменения анимации, способностей, визуальные эффекты, и они могут иметь уникальный голосовой пакет. Стоимость тира третьего – 400 гемов. Скины четвертого уровня имеют полные изменения стандартной модели, абсолютно полные. Всегда имеют изменения анимации, способностей, визуальных эффектов, и всегда имеют уникальный голосовой пакет, в отличие от тира-3. Стоимость данного тира – 600 гемов. Тир-5. Скины данного тира до недавнего времени, речь идет о Белоне, могли появиться в игре в качестве награды за масштабные события Одиссеи, только один раз в год. Скины обладают всеми чертами тир-4, то есть имеют полные изменения модели бога, анимации, способностей и уникальный голосовой пакет, но также они имеют исключительные эффекты, доступные только для данного тира. Модель данных скинов имеет развивающуюся анимацию модели, которая становится более продвинутой по мере увеличения уровня бога, либо как в ситуации с Гандам Тором, при определенных обстоятельствах, в данном случае использованию ультимативной способности. Данный тир всегда является ограниченным. А также стоит упомянуть, что скины в смайте иногда попадают между данными тир-таблицами, и в сообществе дублируются как тир-2.5, 3.5 и так далее. Это означает, что скины содержат характеристики двух разных уровней. Хорошим примером является скин Берсерк Уль. Сам скин имеет изменения модели на уровне, ну где-то тир-2, но имеет свой уникальный голосовой пакет, поэтому его можно считать тир-2.5. Также есть скины, которые имеют отдельную маркировку, такие как скины Мастерства. Это по существу реколоры, которые позволяют игроку продемонстрировать свой уровень Мастерства Бога после достижения определенных уровней на нем. Но по факту да, это действительно реколор, мне они совсем не нравятся, это грубо говоря просто на модельку наложена текстура. Но раньше так было по крайней мере, поэтому наверное возникло от них очень такое не очень хорошее впечатление. Но на данный момент их переделывают активно, добавляют элементы кожи и так далее. Но собственно, если вы хотите видеть уровень Мастерства Бога, то вам в любом случае нужно будет один из таких скинов на Бога купить. Это собственно все, ребята. То есть по скинам мы прошлись, тир-1, тир-2, тир-3, тир-4, тир-5 все рассказал, промежуточные тиры рассказал. Я думаю теперь, ну новенькие будут в курсе, что такое тир-1, тир-2, старенькие перестанут спорить между собой, потому что это, ну грубо говоря, официальная информация. Собственно, на этом видео мое заканчивается. Смотрите мои другие ролики, делайте мне приятно, я буду делать приятно вам. И всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok